1 ноября отмечают профессиональный праздник сотрудники службы судебных приставов. В этом году ей исполнится 150 лет. Сегодня приставы принимали поздравления. С какими результатами к праздничной дате пришли работники Чувашского управления, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Ежедневно они обеспечивают порядок в судах и встречаются с десятками должников. Недавно на плечи сотрудников службы возложили и новые задачи. Теперь именно они выдворяют за пределы страны иностранцев, которые нарушили миграционные законы. Несмотря на такую нагрузку, Чувашские приставы свою работу выполняют эффективно, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Вы сталкиваетесь с разными людьми, контингент тоже он разный, в судебной системе, когда обеспечиваете тоже правопорядок. Конституционный строй в Российской Федерации, он должен защищаться на должном уровне, на достойном уровне. От этого зависит общественно-политическая ситуация. Служба судебных приставов и опасна, и трудна, но несмотря на это сюда стремятся попасть и девушки. Анастасия Зеленова приняла присягу на верность закону накануне своего профессионального праздника. Проработал здесь три года, я поняла, что это за работа такая, насколько она важна для нашего государства, для общества. Вместе с Анастасией Зеленовой на верность государству и народу просягнули еще 16 молодых сотрудников. На труд их благословил и клирик Новочебоксарского храма святителя Николая, отец Роман. Но в этот день чествовали не только вновь заступивших на свой пост приставов, но и лучших работников службы. Служу Российской Федерации. Награды сотрудникам службы выручали и на сцене столичного дворца культуры имени Уксая. Одним из героев этой церемонии стал пристав с 15-летним стажем Валерий Казаков. Сейчас он руководит районным отделом в селе Яльчики, который не раз признавали лучшим в республике. У нас 11 человек в отделе. Где-то в среднем поступает в месяц на исполнение порядка 500-600 исполнцев производства. Исполняемых где-то у нас пока 60% от поступивших. Служба судебных приставов становится более мобильной. На вооружение сотрудников пришла автоматизированная система. Расплатиться за старыми долгами люди могут даже через обычные терминалы. Благодаря работе приставов в республике с каждым годом увеличиваются поступления в бюджет. Только в этом году приставы взыскали более 800 миллионов рублей. Все мы знаем, что сила закона в его исполнении. Поэтому от качества исполнения своих обязанностей судебных приставов зависит вера граждан в торжество правосудия. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.